Исполнение воли Божьей Бытие, глава первая, стихи девятый-тринадцатый И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом в одно место, и да явится суша И стало так И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями И увидел Бог, что это хорошо И сказал Бог, да произрастит земля, зелень, траву, сеющую семя дерева плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле И стало так И произвела земля зелень, траву, сеющую семя породу ее И дерево, приносящее плод, в котором семя его породу его И увидел Бог, что это хорошо И был вечер, и было утро День третий Сегодня я хотел бы рассказать вам о том, что сделал Господь на третий день творения На второй день Бог отделил воду над твердью от воды под нею Но после этого поверхность земли все еще была под водой Когда наступил третий день, Бог сказал Да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша И стало так И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями И увидел Бог, что это хорошо И сказал Бог Да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя дерево плодовитое Приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле И все это тоже возникло, как и повелел Бог На третий день Бог также действовал своим словом И Библия дважды упоминает, что, глядя на то, что совершилось И увидел Бог, что это хорошо Бог был рад видеть появившуюся сушу и землю, которая производит растения и деревья, приносящие плоды Когда поверхность земли была покрыта водой, суша не появлялась Без суши земля выглядела красиво, независимо от того, какой скверной и грязной она могла быть, коль скоро она была под водой Но Бог велел появиться суша, которая была под водой И назвал ее земля Видя землю, которая была покрыта водой Бог сказал, что это хорошо Почему же тогда Бог был рад видеть появившуюся сушу? Бог также сказал Да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя дерева плодовитое, приносящие породу своему плод Земля в данном случае имеет отношение к человеческому сердцу, к грешной природе человечества Сердце человеческое очень лживо и порочно Оно очень отвратительно и нечестиво Однако среди всего этого множества людей Лишь немногие знают, что их суша, сердце, по сути своей является злом Но какие же люди приносят обильные плоды праведности? Библия говорит, что плоды праведности приносят те, кто знают, что их сущность является злой Этот принцип противоречит мирскому правилу В мире говорят, что сердце человека должно быть добрым и чистым, чтобы получить небесные благословения и приносить много плодов Многие люди так думают, так верят и так поступают Однако, согласно слову истины, чтобы приносить много плодов истины, мы должны знать о том, что наши сердца полны нечестия Наш Господь сказал Ибо изнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихаимства, злоба, коварства, непотребства, завистливое око, богохульство Гордость, безумство Все это зло изнутрь исходит и оскверняет человека Марка, глава 7, стихи 21-23 Библия говорит, что спасаются те, кто осознают свою греховную сущность Этот отрывок отчетливо указывает, что следует хорошо знать о том, что находится в человеческом сердце Человек может получить прощение своих грехов, но он может приносить или не приносить добрые плоды В зависимости от того, признает ли он, что греховные качества Перечисленные в Марка, глава 7, стихи 21-23 Которые присущие его сердцу Или признает ли он только одно из них или два Но отрицает остальные Иными словами, полностью ли он верит в это слово, которое раскрывает нашу сущность Своим делом, совершенным на третий день творения Бог ясно показывает, что Евангелие приносит обильные плоды через тех, кто знает, что их сущность нечиста и отвратительна Плотские помыслы человека всегда злы Моя плотская сущность жестока Я прелюбодей Я развратник Вот кто я есть по своей природе Именно через людей, которые честно признают себя таковыми, Бог приносит духовные плоды Как написано в сегодняшнем отрывке из Писания, когда Бог сказал «Да явится суша» Так и произошло Так почему же Бог велел, чтобы появилась суша? Земля была под водой И независимо от того, насколько эта вода, которая находилась под твердью, была загрязнена Вода по-прежнему остается водой И поэтому, когда все нечистоты опускаются на дно, она выглядит чистой Однако, когда Бог повелел, чтобы появилась суша, Он хотел, чтобы человечество осознало свою сущность Это означает, что мы должны знать, какими нечистыми и отвратительными существами все мы являемся И спастись, уверовав в Иисуса Христа И вот именно подобные люди приносят плоды веры Где лучше всего растут плодовые деревья? Они лучше всего растут на обильно удобренной земле Плодовые деревья в данном случае имеют отношение к человеку, который получил прощение своих грехов Кто приносит плоды Евангелия? Бог сказал, что духовные плоды Евангелия приносят те, кто действительно познали свое истинное Я Таким, как оно есть И кто признал Божье Слово таким, как оно есть А также те, кто исповедались перед Богом в точном соответствии с Его Словом В моей плоти сокрыты похотливые желания Я вор, прелюбодей, развратник, человек со злыми помыслами, гордый и безрассудный Это полностью противоречит мирским учениям Иисус Христос говорит Познайте, как нечисты ваши сердца Он говорит В ваших сердцах сокрыты злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, воровство, зависть, похоть, безумие, гордость и так далее Те, кто, несмотря на это, не признают Господнего Слова и не разоблачают свое грешное Я Не могут ни вырастить плодовых деревьев, ни принести духовных плодов Подобные люди, которые не разоблачают себя полностью, даже после того, как получили прощение своих грехов Не приносят никакого плода, потому что они не могут спасти других Вместо этого становится явным только их лицемерие С духовной точки зрения нет ничего хорошего в том, что люди говорят, какие они добропорядочные и добродетельные Ваша сущность такова, как сказано выше, и поэтому ваши добродетели есть не что иное, как лицемерие Бог говорит нам Вы злые люди, вы прелюбодеи, завистники и воры Вы нечисты и отвратительны, подобно груде мусора и нечистот Однако, несмотря на это, глядя на себя, вы этого не замечаете Хотя мы можем признавать один или два греха, мы предпочитаем утверждать, что мы имеем чистую воду Даже нечистоты могут выглядеть чистыми, если их не трогать Подобно тому, как в сточной воде грязь опускается на дно, а верхний уровень становится чистым Но неужели это означает, что вода наверху, которая выглядит чистой, действительно является таковой? Она только выглядит чистой Но это по-прежнему грязная вода, наполненная всевозможными микробами Таково и человеческое лицемерие Нет ничего нечистивее, чем сердце человека Бог говорит истину, которая полностью противоречит человеческим помыслам То, что появилась суша, означает, что истинное лицо человека стало видимым Бог говорит, что он принесет плоды Евангелия через тех, кто, поверив его слово, понял и честно признал свое истинное Я, сказав У вас сокрыты кровожадные желания, а также сердце прелюбодея, вора, блудника, гордеца, безумца и лжесвидетеля Мы должны признать, что сказал Господь о человеческой природе Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено И Еремии, глава 17, стих 9 И опять-таки, это полностью противоречит мирским учениям Мои единоверцы, вы можете гордиться Евангелием и превозносить Иисуса Христа Только если вы осознаете свою злую сущность Коль скоро вам нечем хвалиться и у вас нет никаких способностей Вы начинаете проповедовать только Иисуса Христа и гордиться только им Кроме того, что сделал Иисус Христос, все остальное является нечистым и отвратительным А те, кому это хорошо известно, могут засвидетельствовать всегда и везде Иисус спас даже такого человека, как я Вы тоже являетесь такими людьми, как описано в Марка, глава 7 И поэтому вы тоже должны спастись Мои единоверцы, верите ли вы, что вы являетесь злыми существами, как и сказал Бог Верите ли вы, что таким является каждый человек Бог превратил таких людей, как я, в тех, кто приносит плоды Святого Духа А кем же являются те, кто не признают своего нечестия? Это те, кто, скрывая всевозможную низость в своих сердцах, притворяются добродетельными Ходят в церковь по воскресеньям с Библией Спрятанной за пазухой притворно улыбаются Поклоняются ложным святыням внутри церкви И делают вид, что живут святой жизнью Это приверженцы мирских религий, которые жаждут плодов своего лицемерия Мои единоверцы, могут ли люди жить святой и добродетельной жизнью? Нет, конечно Бог говорит нам Вы падшие существа Если люди любят мир и служат ему больше, чем Богу Разве могут они жить в святости? Однако многие приверженцы религий учат, что так жить можно Вот поэтому они так подобны побеленным гробам Так Иисус Христос называл фарисеев Религиозные христиане благочестивы Только когда ходят в церковь Но когда они возвращаются домой Все их нечестие выходит наружу Когда люди совершают грех, раскрывается их сущность Но эти приверженцы религий не обращают на это вообще никакого внимания Бог действует только через тех, кто признает его слово Во времена Ноя увидел Господь, что велико развращение человеков на земле И что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время Бытие, глава 6, стих 5 И поэтому в то время Бог приговорил людей к уничтожению Однако Ной снискал его благодать Итак, Библия говорит Ной же обрел благодать пред очами Господа Вот житие Ноя Ной был человек праведный и непорочный в роде своем Ной ходил пред Богом Бытие, глава 6, стихи 8-9 Бог даровал Ною свою благодать и спас его Злым людям, сами мысли которых были очень злыми Бог велел выращивать растения Библия, которые приносят семена И плодовые деревья, которые приносят плоды породу своему Бог не действует в воде, то есть в этом мире Он действует на открытой суше То, что Бог велит земле приносить плоды Означает, что Бог дарует прощение грехов тем, чья сущность Иными словами, суша является видимой И именно этим людям Он велит делать добрые дела и служить Евангелию Среди нас, христиан, есть много людей с плодскими добродетелями Человек с плодскими добродетелями не свидетельствует об Иисусе Христе Но выставляет на показ только свои собственные добродетели Бог никогда не бывает этим доволен Но ненавидит подобное Все мы должны осознать, что человеческая добродетель восстает против Бога Некоторые люди говорят, что когда я кроткий, я действительно кроткий Но когда я суров, я слишком суров Но разве это хорошо, если я буду притворяться добродетельным? Мои единоверцы Даже через тех, кто спаслись от греха И признали свое нечестье То есть тех, кто верует в Слово Божье В точности так, как оно есть Открывается Слава Божья В противоположность этому Неверующие в Слово Божье Не могут приносить никаких духовных плодов Праведность Божья Открывается через тех, кому известно, Что они являются самыми отвратительными И нечестивыми существами Мы знаем, что мы являемся такими нечестивыми Не потому, что все мы совершили подобные греховные падения Но потому, что когда мы были озарены Словом Мы начали признавать Все это правда Я так отвратителен и нечестив И уверовали в это всем сердцем Когда подобные люди отвергают собственную праведность Они начинают проповедовать только праведность Иисуса Христа И именно тогда они становятся орудиями праведности Я призываю всех учащихся в нашей миссионерской школе Наших служителей, проповедников Евангелия А также братьев и сестер по всему миру Не надеяться ни на самих себя Ни на других единоверцев И хотя никто не может надеяться на свою плоть Многие все еще склонны думать Я не такой, как остальные Но все люди одинаковы Бог говорит Люди – это нагромождение греха Племя злодеев Глубже всех погрязшие в пороке Однако даже такие люди могут приносить плоды Что уже само по себе свидетельствует о Божьем могуществе Разве это не удивительно? Чтобы приносить плоды Мы поистине должны осознать Что мы такие Так как Бог показал нас во всей нашей наготе И озарил нас словом Сказав нам Вы преисполненные всяческих беззаконий Все мы должны в это уверовать Уверовать и признать Это в точности так Как оно есть Признаете ли вы этот факт? Мы всегда должны признавать себя таковыми Поистине Все, что можно выжать из человечества Это только грязь Мы можем думать все, что угодно Но из наших плотских мыслей Не исходит ничего Кроме злых помышлений Желаний украсть Жестоких намерений И прелюбодейных похотей Вот настоящий портрет Человечества Написанный Богом Однако, несмотря на это У многих людей Вообще нет никакого желания Признать эти грехи Поскольку они не совершили их на деле Хотя тот, кто нас сотворил И говорит нам Что мы являемся таковыми Так как знает о нас все Мы не хотим этого признавать Поэтому мы изо всех сил Пытаемся скрыть наш позор Смаковными листьями Но надолго ли хватит юбки Из смаковных листьев И насколько успешно Мы можем прикрываться Нашими лицемерными делами Как это бывает у всех людей Наш позор становится явным Очень скоро За один день А то и за полдня Бог не менее двух раз сказал Что хорошо видеть Открытую сушу и землю Которая приносит семена Именно через тех Кто действительно знает Своё истинное Я Бог и приносит плоды праведности Которая возвещает Об Иисусе Христе Плоды Которые в глазах Бога Являются прекрасными Мы должны всем сердцем Признать Слово Божье Признаёте ли вы теперь Что ваши сердца Лживы и нечестивы Как ничто другое Однако некоторые люди Намеренно показывают Своё нечестие На деле только потому Что Богу было угодно Видеть появившуюся сушу Получив прощение своих грехов Они умышленно Показывают своё нечестие При этом не стесняясь Потому что они поняли Этот отрывок неправильно Мы не должны этого делать Этот отрывок не велит нам Показывать своё грешное Я На деле Но исповедоваться перед Богом Это означает Что мы должны Принять Божье Слово Признаться перед Богом Что мы являемся Такими грешными существами Обрести Его благодать И достичь праведности Именно такие люди Являются мудрыми Первое, что открывается тем Кто получили прощение Своих грехов Это их нечестие Которое намного превосходит Их добродетели Я даже слышал Что супружеские пары Которые редко ссорились Перед тем, как родились свыше Стали ссориться чаще После того, как получили Прощение грехов Так, получив прощение Своих грехов Они думают Почему я такой? Может быть, я не получил Прощение своих грехов? Почему я не смог Достичь большего? Но не беспокойтесь О своем спасении Если вы действительно верите В Евангелие воды и духа Бог являет сушу В вашей повседневной жизни Потому что вы не полностью Признали Его Слово Из-за вашей сущности Когда мы признаем Слово Рождаются плоды праведности Если же мы не признаем Слово всем сердцем Богу приходится бороться с нами И одолевать нас И так Он разоблачает всех нас Несмотря ни на что Вот почему те, кто родились свыше Еще недавно мучились Из-за своего нечестия Таким образом Мои единоверцы Мы должны как можно скорее Признать Слово Божье И уверовать в Него Особенно это касается Нашей сущности И тогда мы действительно Сможем жить во свете Гордиться Евангелием И жить вместе с Евангелием и Богом Мы должны понять Истинную сущность человечества Однако некоторым людям Неизвестна истинная сущность человечества И поэтому Даже несмотря на то Что они слышали Евангелие воды и духа Они по-прежнему Стараются жить добродетельно А когда выясняется Что это невозможно Они заканчивают тем Что отрекаются от своей веры В Божью праведность Такая жизнь веры невозможна С помощью Божьего Слова Мы сначала должны осознать Кем мы являемся на самом деле Можете ли вы это понять? Полностью ли вы осознаёте Свою истинную сущность Как явлена в Божьем Слове? Поскольку мы и далее живём По нашей вере Я призываю вас всех Исповедаться Что касается меня самого То я в точности таков Как это явлено в Слове Божьем Именно потому Что нам нечем похвалиться И потому что И потому что Ни в одном человеке Вообще нет ничего доброго Иисус Христос Устранил грехи Подобных мне людей Все грехи Каждого человека В этом мире Именно потому Что Иисус Христос Проповедовал Слово Божье Я уверовал в Него И стал праведником Святой Дух во мне свидетельствует Что только Слово Божье Является истиной Вот как я стал Орудием праведности Которое распространяет Божью праведность Не будь у меня Слово Иисуса Христа У меня не было бы выбора Кроме как жить Жизнью человека Нравственно прогнившего До костей И издающего Зловоние Однако те Кто восстают против Бога Изо всех сил Стараются не показывать Свои темные стороны Они пытаются Их скрыть Даже если для этого Приходится лицемерить Иными словами Каждый пытается Скрыть от Бога Свои пороки И недостатки Но если мы хотим Признать И изобличить Своё нечестие Скрытое в наших сердцах То для этого Нужно только Принять И познать Дар истинного Прощения грехов Вот почему Наше нечестие Следует Изобличить Ещё больше Чтобы мы могли Получить Истинное Прощение грехов По сути Человек Самостоятельно Не способен Осознать Своё нечестие Однако люди Нечестие которых Не выявлено Перед Богом Не могут получить Прощение грехов Которые Наш Господь Предлагает нам В качестве Своего дара В восьмой главе Евангелия От Иоанна Есть Рассказ О женщине Которая Была схвачена В прелюбодеянии На месте Преступления Но кто Получил Благословение Прощения Грехов Это Женщина Или Те Многие Люди Которые Её Обвиняли Тем Кто Взяли Камни И были Готовы Бросить Их В женщину Иисус Христос Сказал Кто Из вас Без Греха Первый Брось На неё Камень Фактически Иисус Сказал Им Вы Такие Же Грешники Как И эта Женщина Однако Поскольку Толпа Не Полностью Признала Что Они Являются Грешниками Перед Словом Господа Все Они Ушли И Прощение Своих Грехов Смогла Получить Только Женщина Это Означает Что Тех Чьё Нечестие Не Было Разоблачено Выйди От Меня Господи Потому Что Я Человек Грешный Луки Глава Пятая Стих Восьмой Однако Многие Люди Не Обращают Никакого Внимания На Свою Истинную Сущность Примером Подобных Людей Были Фарисеи О Которых Идет Речь В Библии Которые Не Смогли Осознать Своё Нечестие И Старались Скрыть Его Всякий Раз Когда Возникала Малейшая Угроза Разоблачения Перед Лицом Бога Их Сердца Не Имели Веры В Его Праведность И Поэтому Они Кичились Только Своей Собственной Праведностью Библия Говорит Что Эти Люди Изо Всех Сил Пытаются Скрыть Божью Праведность Которая Являет Собой Истину О Спасении Потому Что Они Стремятся Выставить На Показ Свою Собственную Праведность Римлянам Глава Десятая Стих Третий Они Утверждают Что Отличаются От Всех Остальных Приближаясь К Богу Только Со Своей Человеческой Праведностью Они Так И Не Смогли Уверовать В Праведность Божью И В Конечном Счете Восстали Против Нее Иными Словами Эти Люди Были Слишком Праведными В Своих Собственных Глазах Так Что В конце Концов Очень Много Потеряли Из-за Того Что Не Смогли Сберечь Божью Праведность А Также Не Преуспели В Своей Жизни Веры И Не Смогли Спастись Даже В Наше Время Религиозные Мирские Люди Кичат Со Своей Праведностью И Превозносят Самих Себя Вместо Того Чтобы Превозносить Праведность Божью Поистине Невыносимо Смотреть На Таких Людей Которые Приходят К Богу И Хотят Показать Только Свою Собственную Праведность Совершенно Не Ведая О Своем Истинном Лице Однако Бог Говорит Подобным Людям Насколько Они Все Отвратительны И Нечестивы По Сути Все Мы Должны Прийти К Богу Смиренно Склонить Свои Головы И Смирить Свои Сердца Принять Его Праведность И Уверовать В Нее С Благодарением В общем-то Люди Боящиеся Бога Смиряют Свои Сердца Превозносят Его Праведность И Веруют В Нее Те Кто Знают Своё Истинное Лицо И Смиренно Веруют В Бога Обретут Великие Благословения Ибо Они Радуются Своей Верия В Божью Праведность Современные Фарисеи Религиозные Люди Нашего Времени Должны Заглянуть В Свои Сердца И Признать Своё Нечестие Если Они Признают Боже Я Так Грешен Пожалуйста Смилуйся Надо Мной Господь Тогда Встретится С ними В Слове Истины Вероятно Многие Из Вас Росли Избалованными Многими Слащавыми Словами Слушая Как люди Говорят Ты Такой Хороший Мальчик Ты Так Хорошо Воспитан И Так Мил Поэтому Вы Наверное До сих Пор Думаете Что Вы Такой И Есть Подобные Люди Не Знают Самих Себя Даже Когда Предстают Перед Богом И Поэтому Они В Конечном Счете Не Могут Обрести Истинную Веру Из-за Того Что Им Приходится Притворяться Чистыми Тогда Как Внутри Их Полно Грязи Они В конце Концов Превращаются В Религиозных Людей Со Временем Наловчившихся Обелять Себя Лицемерием Однако Мы Должны Осознать Что По Своей Природе Мы Не Так Уж Хороши И Праведны Чтобы За Это Можно Было Нас Так Хвалить Бог Говорит Что В Нас Вообще Нет Ничего Доброго Или Праведного Римлянам Глава Третья Стихи Десятый Двенадцатый Один Брат В моей Церкви Недавно Рассказал Мне Следующую Историю Чтобы Учиться В Колледже Этот Брат Уехал Из Дома И Жил В Городе В Котором Находилась Моя Церковь Всякий Раз Когда Он Возвращался Домой На Каникулы Он Всегда Слышал Как Его Родители Говорили Вот Наш Сын Где На Этой Земле Вы Еще Найдете Лучшего Сына Чем Он Но Чем Больше Он Проводил Времени Вдали От Дома И Видел Самого Себя Тем Больше Он Осознавал Что Он Не Был Таким Хорошим Или Добродетельным Но Фактически Он Был Очень Плохим Человеком Он Начал Об Этом Задумываться И Понял Что Ему Приходилось Быть Очень Осторожным Чтобы Не Вести Себя Плохо В Своем Родном Городке Поскольку Рядом Жили Многие Родственники Вот Поэтому Он И Казался Своим Родителям Таким Воспитанным Но Когда Он Был В Большом Городе Где Его Никто Не Знал Все Его Истинное Я Разоблачалось Показывая Кто Он Есть На Самом Деле И Так Этот Брат Сказал Что Ему Ничего Не Оставалось Кроме Как Признать Свою Греховную Сущность Как Это Описано В Седьмой Главе Евангелия От Марка Если Обстоятельства Нам Благоприятствуют Все Мы Считаем Себя Добродетельными Но Когда Обстоятельства Меняются Например Мы Переезжаем В Другой Город И Мы Остаемся Наедине Самими Собой Не Испытывая Постороннего Вмешательства Мы Начинаем Понимать Как Мы Злы И Отвратительны Однако Что Удивительно Когда Бог Разоблачает Чьё-то Нечестие Он Начинает Действовать В Сердце Этого Человека Когда Крестьянин Сеет Семена В поле Он Не Несёт Их Без Приготовлений Он Сначала Вспахивает Поле Убирает Камни Прокладывает Борозды А Тогда Уже Сеет Семена Бог Действует И Таким Образом Иными Словами Когда Нечестие Нашего Сердца Разоблачается Бог Тоже Начинает Действовать Поэтому Мы Должны Осознать Что Когда Вода Покрывающая Землю Испаряется Наружу Выходит Грязный Мусор Обнаруживаются Всевозможные Отбросы Изношенные Покрышки Пластиковые Пакеты Грязные Тряпки Обувь Порванные Зонты И Лохмотья Также Мы Увидим Бутылки Из-под Спиртных Напитков Консервные Банки И Даже Ржавеющие Домашние Электроприборы Бог Сначала Разоблачает Человеческое Сердце И Показывает Его Нечестие А затем Начинает Вершить Свой Труд Спасения Посредством Евангелия Воды И Духа Мы Теперь Должны Понять Что Означают Божьи Слова До Появится Суша Суша И Почему Богу Угодно Было Это Видеть Мы Никогда Не Получим Божьего Одобрения За Наши Человеческие Добродетели Однако Несмотря На Это Многие Люди По-прежнему Считают Себя Добродетельными Не Зная Своего Истинного Я Они Считают Себя Чистыми Во Которые Обвиняли Женщину Схваченную В Прелюбодеянии И Считали Себя Лучшими Чем Эта Женщина Религиозные Люди Воздерживаются От Курения И Питья Спиртных Напитков И Поэтому Считают Всякого Пьющего Или Курящего Грешником А как же Вы Считаете Ли Вы Себя Лучшим Чем Тот Кто Ходит На Эстрадные Представления Нет Вы Ничуть Не Лучше А Если Вы Чем То Лучше Так Это Потому Что Вы Теперь Пребываете В Божьей Церкви Верите В Слово Божье И Следуете Ему В вашей Жизни Если Бы Вы Не Родились Свыше И Только Вели Религиозную Жизнь В этом Мире Вы Были Бы Такими Же Как Неверующие Вот Почему Бог Сначала Делает Видимой Сухую Землю А Затем Трудится На Этой Открытой Земле Из Всех Дел Которые Делает Для Нас Бог Он Прежде Всего Изменяет Наш Образ Мыслей Который Побуждает Нас Считать Себя Порядочными И Добродетельными Он Он Разоблачает Наши Спутанные Мысли И Ложные Представления Учитывая Тот Факт Что Человеческая Сущность Сама По Себе Является Злой И Отвратительной Разве Можно Вести Честную Жизнь Веры И Не Осознавать Этого Когда Я Жил Жизнью Веры До Того Как Родился Свыше Многие Члены Моей Общины Тоже Хвалили Меня За Мою Доброту И Считали Меня Образцовым Верующим Поэтому Вполне Естественно Что Я И Сам Начал Так Думать Однако Меня Постоянно Мучили Тайные Грехи Которые Я Совершал И Только Впоследствии Когда Я Родился Свыше При Помощи Евангелия Воды И Духа И Когда Мой Ложный Автопортрет Который Затмевал Мое Сердце И Мысли Был Отброшен Я Наконец Смог Вести Достойную Жизнь Веры С Того Времени Как С Земли Ушла Вода Обнаружилось Ваше Нечестие Все Лицемерие К Которому Подстрекали И Стремились Мирские Религии Тоже Стало Явным И Так Когда Мы Отвергнем Нашу Ложную Праведность И Наши Ложные Добродетели Бог С Того Времени Будет Воздействовать На Нашу Жизнь Своим Словом И Побудет Нас Приносить Плоды Спасения Если Мы Действительно Хотим Приносить Плоды Божьей Праведности Мы Сначала Должны Положиться На Слово Господа Вместо Того Чтобы Надеяться На Самих Себя Ибо Наше Истинное Я Нечесиво И Отвратительно Иными Словами Если Мы Вместо Того Чтобы Проповедовать Свою Собственную Праведность Будем Проповедовать Праведность Иисуса Христа И Жить С верой В Праведность Божью Наши Сердца Принесут Плоды Спасения Мои Единоверцы Сравнивая Нашу Собственную Праведность С Праведностью Божьей Мы Должны Понимать Что Мы Намного Нечестивее И Отвратительнее И Поскольку В Нас Самих Нет Ничего Хорошего Поскольку Мы Полны Всевозможной Нечистоты Мы Очень Нуждаемся В Этом Евангелии Воды И Духа Которая Наделяет Нас Божьей Совершенной Праведностью Мы Мы Должны Хранить Божью Праведность И Верить В Нее Теперь Вы В Этом Убедились Будь Мы Чисты По Природе Иисусу Христу Не Нужно Было Бы Оказывать Нам Помощь Евангелием Воды И Духа Чем Больше Мы Понимаем Что Наша Истинная Сущность Является Злой И Отвратительной Тем Больше Мы Хвалимся Перед Богом Праведностью Иисуса Христа Вот Почему Бог Повелел Чтобы Появилась Суша Суша Должна Стать Видимой Многие Из Вас По-прежнему Не Сделали Свою Сушу Видимой Суша Должна Стать Полностью Явной Это Не Означает Что Вы Должны Умышленно Совершать Нечестивые Деяния Скорее Это Означает Что Вы Должны Отвергнуть Ваши Человеческие Помыслы О Собственных Добродетелях И вместо Этого Уверовать В Праведность Божью Которую Он Явил Через Евангелие Воды И Духа Все Ложные Знания И Представления Которые Есть В нашей Плоти Следует Отвергнуть Равно Как И Наш Нарочито Добродетельный Вид Только В этом Случае Слово Божье Действует В скрижалях Наших Сердец Люди Должны Следовать За Иисусом С верой Но Многие На это Не способны Если Вы Оглянетесь Вокруг То Вероятно Увидите Что Многие Люди Очень Сообразительны С точки Зрения Мирской Мудрости Я Имею Ввиду Людей Очень Хитрых И Расчетливых В Мирских Делах Но Как Не Странно Подобные Люди Не Могут Стать Учениками Иисуса Христа Ибо Вместо Того Чтобы Положиться На Бога Они Надеются На Свои Собственные Планы И Расчеты Некоторые Люди Должны Отвергнуть Свою Практичность Вы Наверное Тоже Знаете Некоторых Людей Из Вашего Круга Обладающих Человеческими Добродетелями Эти люди Так же Не могут Стать Учениками Иисуса Христа Никто Не может Следовать За Иисусом Христом Со Своими Собственными Добродетелями Почему? Если Люди Думают Что Они Лучше Иисуса Христа Как Они Могут За Ним Следовать Подобные Люди Смогут Стать Учениками Иисуса Христа Только Если Отвергнут Свои Собственные Добродетели И Гордыню Только Те Кто Оставили Все Что У них Есть Могут Ответить Да Ты Прав Господи Только Твое Слово Является Истиной И Стать Учениками Иисуса Христа Все Люди С Избытком Одних Только Человеческих Чувств Которых Обуяла Человеческая Гордыня Должны С верой В Иисуса Христа Отвергнуть Свою Гордость И Человеческие Привязанности Вот Почему Господь Сказал Кто Хочет Идти За Мною Отвергнись Себя И Возьми Крест Свой И Следуй За Мною Марка Глава Восьмая Стих Тридцать Четвертый Может быть Вы Теперь Думаете Разве Я смогу Так жить? Мне Будет Так Одиноко Не Беспокойтесь Благодаря Нашему Господу Вашу Жизнь Придет Новая Радость Ведь Разве Гости На Бракосочетании В Канне Не Отведали Лучшего Вина Которое Дал им Господь Вы Вы Будете Петь Истинно Духовные Словословия И Молиться С Истинной Верой А Слово Будет Усиленно Действовать В Ваших Сердцах Благодаря Евангелию Воды И Духа Которое Вы Будете Проповедовать Многие Люди Тоже Начнут Свою Жизнь Веры При Которой Они Будут Спасены По Настоящему И Так Благодаря Всему Этому Наши Сердца Наполнятся Радостью В Господе И Святом Духе Если Людям Которые Гордятся Своими Добродетелями И Человеческими Качествами Сказать Чтобы Они Все Это Отвергли Они Начинают Беспокоиться И Не Знают Что Делать Ведь Они До Сих Пор Только На Это И Надеялись Однако Если Они Смело Покончат Совсем Этим Они Испытают Новую Радость И Новое Счастье Исходящее От Бога Они Будут Преисполняться Не Своими Человеческими Чувствами Но Духом Божьим Мои Единоверцы Мы Должны Отвергнуть Все Ветхое Что У Нас Есть Бог Сказал Аврааму Пойди Из Земли Твоей От Родства Твоего И Из Дома Отца Твоего В Землю Которую Я Укажу Тебе Бытие Глава Двенадцатая Стих Первый Подобным Образом Бог Хочет Чтобы мы Тоже Отвергли Все Ветхое Что У нас Есть Возвращаясь К сегодняшнему Отрывку Из Писания Давайте Посмотрим Что Сделал Для Нас Бог На Третий День И Сказал Бог Да Соберется Вода Которая Под Небом В Одно Место И Да Явится Суша И Стало Так И Назвал Бог Сушу Землею А Собрание Вод Назвал Морями И Увидел Бог Что Это Хорошо Бытие Глава Первая Стихи Девятый Десятый Разграничительное Служение Бога На Третий День Бог Продолжил Разделять В этот День Он Отделил Сушу От воды Когда Сотворил Эту Сушу Повелев Всей Воде Под Небом Собраться В одно Место Он Отделил Сушу От воды Иными Словами Бог Захотел Чтобы В наших Мыслях Что-то Разделилось До Того Как Наступил Третий День Вся Земля Была Покрыта Водой Земля И Вода Были Смешаны Это Означает Что В сердцах Тех У кого Все еще Нет Установленного Духовного Порядка Несмотря На то Что Они Родились Свыше Желание Служить Богу И Желание Служить Самим Себе Полностью Смешаны Друг С Друг С Поэтому Если В таком Состоянии Человек Ведет Свою Жизнь Веры Он Колеблется В обе Стороны Живя То Для Бога То Для Самого Себя И Многие Люди Живут Так Всю Свою Жизнь Однако В сердцах Подобных Людей Бог Отделяет Сушу От воды Землю От морей Вы Живете Ради Меня Или Ради Себя И мира Бог Хочет Чтобы Мы Дали Четкий Ответ На этот Вопрос Иными Словами Он Хочет Отделить Друг От друга Два Смешанных Побуждения И Бог Не Хочет Чтобы Мы Любили Свою Собственную Плоть И Мир Даже Среди Тех Из Нас Кто Получили Прощение Грехов Многие Люди Живут Подобным Образом Потому Что Цели Их Жизни Полностью Смешались В Их Сердцах Поэтому Многие Люди Даже Несмотря На То Что Они Получили Прощение Своих Грехов Делают Вид Что Любят Бога В То Время Как Они Живут Радуясь Этому Миру И Пытаясь Удовлетворить Обе Стороны Некоторые Работники Которые Жили Только Ради Служения Евангелию Собрались И Ушли В мир И Все Они Говорят Одно И То же Когда Нас Оставляют Я Тоже Хочу Жить Свободно Но Разве У нас Нет Свободы Если Мы Служим Евангелию Это Далеко Не Так Мы Располагаем Еще Большей Свободой В Их Сердцах Любовь К Самим Себе Смешалась С Любовью К Богу А Поскольку Их Охватило Подобное Состояние Они Закончили Духовной Гибелью Даже Среди Рожденных Свыше Многие Люди Живут Колеблясь Колеблясь В обе Стороны Между Духом И Плотью Но В то же Время Утешают Себя Говоря Что Они По-прежнему Живут Для Бога Бог Не Одобряет Подобных Людей И Хочет Четко Отделить В Нас Духовное От Плотского Так же Как И Земля Была Отделена От Морей Бог Хочет Провести Четкое Разграничение В наших Сердцах И Мыслях Бог Отчетливо Разграничил Плоть Это Плоть Дух Это Дух Дело Божье Это Дело Божье А Дело Человека Это Дело Человека Наш Бог Захотел Провести Четкое Разграничение В Подобных Аспектах И Сделал Это На Третий День Вы Теперь Насыщаетесь Словом В Миссионерской Школе Почему Мы Посещаем Эту Миссионерскую Школу В Чем Различие Между Теми Кто Учатся В Нашей Миссионерской Школе И Теми Кто Нет Цель Обучения В Миссионерской Школе Состоит В том Чтобы Отделить Дух От плоти В Ваших Сердцах И Таким Образом Побудить Вас Жить Только Для Бога Люди Для Которых Дело Божье Не Исполнилось В этом Смысле Колеблются В обе Стороны Живя И Для Бога И Для Самих Себя Для Этих Людей Дело Совершенное На Третий День Еще Не Исполнилось Поскольку Вы Теперь Учитесь Живя Со Мной Вы Должны Осознать Что Умственное Познание И Понимание Слова Это Еще Далеко Не Все Прежде Всего Вы Должны Четко Определиться В Своих Сердцах Ради Чего Мне Жить Вы Должны Посещать Занятия И Другие Учебные Курсы Нашей Школы С Решительным Намерением В Сердце Я Буду Жить Для Бога Я Готов Пожертвовать Своим Телом Временем И Всем Остальным Если Это Поможет Распространению Евангелия Бог Хочет Расположить Наши Сердца К тому Чтобы Мы Жили Ради Него И Его Евангелия Поэтому Он Просит Нас Уточнить Ради Чего Мы Живем В Данный Момент Следует Четко Провести Это Разграничение В Наших Сердцах Мы Должны Отличить Духовное От Всего Плотского Что Есть В Нас Подобную Работу Обязательно Нужно Провести В Сердцах Рожденных Свыше На необходимость Четкого Выбора Праведники Не смогут Жить Ради Этого Мира Удалите Нечистоту Из Вашей Веры По Благодати Божьей Библия Говорит Итак Кто Во Христе Тот Новая Тварь Древнее Прошло Теперь Все Новое Второе Коринфянам Глава Пятая Стих Семнадцатый Отныне Мы Ставшие Новыми Должны Жить Для Бога И ради Праведности Жизнь Для Бога Является Духовной Жизнью В то Время Как Стремление Исполнять Только Плотские Желания Это Жизнь По Плоти И мы Должны Верить В Божье Слово Которое Гласит Ибо Живущие По Плоти О Плотском Помышляют А Живущие По Духу О Духовном Помышления Плотские Суть Смерть А Помышления Духовные Жизнь И мир Потому Что Плотские Помышления Суть Вражда Против Бога Ибо Закону Божию Не Покоряются Да И не Могут Римлянам Глава Восьмая Стихи Пятый Седьмой Это Следует Воспринимать Однозначно Как Сердцем Так И Умом Даже То Что Вам Нравилось В Прошлом Если Это Было То Чего Вы Желали Для Себя Лично Мы Должны Смело Это Отвергнуть Ради Бога И Евангелия И Если Это Действительно Не Угодно Богу Вы Должны Смело И Решительно Устранить Это Из Вашего Сердца Подобно Тому Как Из Серебра Нужно Устранить Примеси Чтобы Получить Чистое Серебро Так Мы Должны Устранить Из Наших Сердец Оставшуюся Плотскую Нечистоту Которая Смешалась В Них Вы Должны Четко Распознать И Отделить То Что Действительно Является Праведным В ваших Сердцах А Также Расположить Свои Умы И Принять Решение Мои Мои жизни наслаждаясь миром но будет ли это угодно богу если мы будем так жить или же ему будет угодно если мы будем жить только ради него ради чего мы должны жить чтобы угодить богу чтобы угодить богу иными словами что является достойным в божьих глазах в божьих глазах праведная жизнь это жизни ради него ради евангелия и ради всех заблудших душ чтобы они получили прощение своих грехов боялись его исследовали ему также и в каждом из вас бог начал действовать на третий день какое дело он начал на третий день он сказал до явится суша которая была затоплена водой и тогда появилась суша а бог четко отделил ее от воды он отделил любовь к миру от любви к богу а также духовное от плотского мы должны делать много разных дел для того чтобы распространять евангелие если это нужно для евангелия мы не должны волноваться о том что с нами случится мы готовы делать все если это угодно богу мы готовы заплатить любую цену если вы действительно любите это евангелие и бога то вы должны заплатить любую цену какой бы она ни было иными словами перед лицом бога мы должны быть готовы отдать все каким бы ценным оно ни было мои единоверцы вы посещаете эту миссионерскую школу не без причины быть может некоторые из вас поступили в нее без определенной цели однако мои единоверцы бог непременно действует ваших сердца он отделяет духовное от ваших плотских желаний побуждая вас поставить себе духовную цель в вашей жизни в течение периода обучения в миссионерской школе дух и плоть поистине должны быть четко отделены друг от друга у ваших сердцах а все мирские желания должны быть устранены поэтому мы должны горячо молиться чтобы все это исполнилось в своей жизни мы должны бояться бога мы рожденные свыше можем не знать библию в совершенстве но всю свою оставшуюся жизнь мы должны жить только для бога и евангелия один из гимнов которые мы поем содержит следующие слова отдав всю свою жизнь и все свое богатство давайте распространять это евангелие если мы действительно любим бога и евангелие нам только надлежит отдать не только свою жизнь но и свое богатство ради евангелие ради него и ради распространения царство божьего мы должны пожертвовать всей нашей жизнью без подобных устремлений мы не сможем служить господу а четко отделить землю от воды будет невозможно неужели мы должны жить для мира и для самих себя или мы должны жить для бога правильно это или нет жить для бога что является правильным посвятить всю свою жизнь богу или жить наслаждаясь миром рожденные свыше должны жить только для бога когда лев преследует свою добычу он не сможет ее поймать если не мы не сможем сделать это должным образом если не сосредоточимся на этом деле так если даже маленькое дело требует всего нашего внимания и усилий то что касается божьего дела мы тем более должны посвятить ему все наши сердца усилия волю и рвение чтобы это дело совершилось если слово божье говорит что это так мы должны бояться этого слова и исполнять его соответственно мои единоверцы бог не говорит чтобы мы жили как нам угодно после того как получили прощение своих грехов потому что мы теперь стали безгрешными наоборот бог отныне велит нам изо всех сил стремится к своей цели филиппийцам глава 3 стих 14 разве мы отвергли закон божий нет мы от него не отрекаемся с помощью этого закона бог дал нам знания о наших грехах и привел нас ко христу чтобы мы получили прощение своих грехов поскольку библия говорит что ныне мы должны получить прощение своих грехов мы должны бояться любить бога и жить полноценной жизнью мы не должны принимать слово божье только интеллектуально как пищу для ума в слово божье надлежит верить всем сердцем с искренним сердцем мы должны принять решение жить для бога и его евангелия все мы должны сосредоточить свой разум и сказать отныне я буду жить ради праведности божьей мои единоверцы поскольку наша жизнь коротка как полночный сон то ради чего мы должны жить должны ли мы жить ради евангелия воды и духа мы безусловно должны жить ради господа чтобы другие души получили прощение своих грехов праведники не могут жить как им заблагорассудиться праведная жизнь это жизнь для бога хотя мы и несовершенны мы должны жить ради евангелия пока мы на этой земле мы должны жить ради расширения царства божьего и ради многочисленных погибающих душ пока мы живем во плоти мы можем не зайти ко многим суетным делам но мы праведники должны пожертвовать грешникам наши руки ноги уста и головы ради расширения царства божьего и для того чтобы служить богу мы также должны отдать все свое имущество чтобы она была использована ради господа люди которые живут подобной жизнью расположили свой разум на служение господу как это сделал даниил вы божьи работники люди божьи безусловно должны жить для бога независимо от условий и обстоятельств с которыми они сталкиваются многие люди думают что пожертвование десятины это слишком много даже несмотря на то что они отдают только десятую часть своих доходов они все равно скупятся считая что это слишком много служители божьи должны отдавать не только десятину но все полностью его служители должны жертвовать все иными словами жизнь ради господа это их жизнь воля господа это их воля а его замысел это их замысел вот таковы божьи люди то что мы отдаем десятину немного служим в церкви и участвуем в поклонении это еще не жизнь веры но мы должны посвятить всю свою жизнь евангелию и все что мы делаем мы должны делать ради него вот это и есть жизнь веры и не следует говорить этот час для меня этот час для моей работы этот час для моей семьи а остальное для господа семья работа и учеба все это жизнь для господа на это вы можете сказать как же мне тогда зарабатывать на жизнь если я буду служить только господу кто позаботиться о моей семье не беспокойтесь мои единоверцы если мы будем служить только господу он возьмет на себя всю ответственность за нас и позаботиться о нас наш господь сказал никто не может служить двум господам ибо или одного будет ненавидеть а другого любить или одному станет усердствовать а другом не родить не можете служить богу и мамоне матфея глава 6 стих 24 и далее и так не заботьтесь и не говорите что нам есть или что пить или во что одеться потому что всего этого ищут язычники и потому что отец ваш небесный знает что вы имеете нужду во всем этом ищите же прежде царство божия и правда его и это все приложится вам матфея глава 6 стихи 31 33 мы верим в это слово ибо мы не более ценны чем птицы небесные вот что совершил господь на третий день земля и моря были разделены дух и плоть должны быть четко отделены друг от друга в наших сердцах если у нас до сих пор есть плотские привязанности которые продолжают оставаться в наших сердцах следует провести работу чтобы их отделить учащиеся в миссионерской школе вы должны хорошо об этом знать ваши сердца не должны тосковать по этому миру также вы не должны стремиться только к плотскому счастью вы должны быть расположены к тому чтобы ходить с господом страдать и радоваться вместе с ним мы воины царства небесного наши сердца должны иметь верное устремление перед лицом бога даже если войско состоит из сотен тысяч воинов если оно не сражается за свой народ и своего царя по-настоящему то от всего этого множество воинов нет никакой пользы они только впустую растрачивают военные поставки и народные деньги в противоположность этому даже если войско состоит только из трехсот человек если эти воины преданы своему народу и своему царю они составляют элитное подразделение даже если они сражаются против войско численность которого составляет сотни тысяч человек эти триста воинов одержат победу каким же войском мы тогда должны стать перед лицом бога мы должны стать элитным подразделением и жить только ради него и евангелия чтобы показать это на примере позвольте мне рассказать вам небольшую историю в давние времена жили были два народа один из них был народом простофиль а другой был умным в народе простофиль все были бестолковыми и царь и его народ и напротив у умного народа и царь был прозорлив и его подданные хитры однажды эти два народа пошли друг на друга войной когда царь умного народа повелел в атаку его воины в атаку не пошли сказав ваше величество нам не следует сейчас атаковать было бы мудрее немного выждать а затем атаковать царь глупого народа тоже повелел в атаку услышав этот приказ его воины вышли на поле сражения не думая о том погибнут они или нет народ простофиль одержал победу в этой войне почему он победил он победил потому что его воины сделали так как повелел царь не настаивая на собственной правоте иными словами даже несмотря на то что эти люди были плохими воинами они не пощадили своей жизни ради своего царя и своего народа умный народ мог легко победить народ глупцов и выиграть войну потому что все там были очень смышленными но нет его царь был взят в плен а войско разбито однако несмотря на то что у несмышленного народа не хватило ума они были готовы постоять за царя царь смог выиграть войну благодаря самоотверженности своих воинов мы являемся воинами на духовной войне в этой войне если только мы с решимостью в своих сердцах скажем господи я буду жить только для тебя мы сможем выиграть войну противоположность этому те кто не расположили свои сердца к господу проиграют любую войну даже если бы им пришлось вести сто войн какими же тогда должны быть наши сердца наши сердца должны быть решительно расположены к жизни для бога почему мы пришли в миссионерскую школу чтобы стать хорошими проповедниками чтобы постичь тайны успешных служителей мы пришли в миссионерскую школу не для этого мы пришли в миссионерскую школу не для того чтобы получить там особые дары такие как дар говорение языками или пророческий дар для чего же тогда мы пришли в миссионерскую школу на самом деле мы это сделали потому что захотели жить для господа если мы расположим свои сердца к жизни для господа он предоставит нам все возможности и даст нам все необходимое мы пришли в миссионерскую школу не для того чтобы подобно каину стать специалистами по плотским делам ради чего же тогда мы должны жить хотя мы подобно авелю являемся ничего не не стоящими людьми мы должны жить для бога расположив к нему наши сердца повинуясь его заповедям и объединив с ним свои сердца со словом да наши сердца должны стремиться к богу и быть на его стороне богу нужны люди сердца которых на его стороне мы пришли в миссионерскую школу чтобы жить ради него вот почему мы теперь там учимся мои единоверцы теперь когда вы услышали слово что вы думаете о цели вашего поступления в миссионерскую школу не изменилась ли она вы получили прощение своих грехов и пришли в миссионерскую школу ради бога чтобы нести евангелие людским душам и служить делу расширения царства божьего именно с этой целью вы теперь познаете слово молитесь и изучаете разные предметы по сути дела люди которые пришли в миссионерскую школу не должны иметь слишком много своих собственных мыслей здесь в этой школе нашим собственным мыслям места нет те кто слишком много думают или имеют личные устремления не годятся в божьи воины даже несмотря на наши плотские недостатки если мы вступили в ряды войска то когда наш господь который стал нашим истинным царем повелит нам в атаку мы должны быть готовыми беспрекословно идти вперед и искренне повиноваться всему что он нам велит наш бог призвал всех нас чтобы сделать нас своими работниками и друг неправильно не 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 Субтитры создавал DimaTorzok